Отмечали целый месяц. Новый год в Рязани стартовал 7 декабря. В этот день более 2000 Дедов Морозов, в том числе главные, приехавшие из Великого Устюга, преодолели более 2500 километров по центру города в сопровождении сказочных героев и оркестра барабанщиков. На центральной площади они дали старт проекту «Рязань. Новогодняя столица России», который объединил более 250 мероприятий. Главными героями праздника стали Забава Путятишна, Богатырь Евпатии, Хозяюшка Авдотья и Рязанский Косопус. У каждого из них была своя резиденция на территории области и отдельная конкурсная программа. Не обошлось без именитых гостей. В Рязань приехали Стас Ярушин, актер сериала «Универ» и Владимир Селиванов из «Реальных пацанов». В новогоднюю ночь мы пели и танцевали под хиты групп «Руки вверх» и «Пятеро». Одним из самых зрелищных мероприятий стал фестиваль «Огня и света». Представления по мотивам древней легенды о реке Лыбедь исполнили лучшие фаер-коллективы страны. А на колокольне Рязанского Кремля гости и жители города увидели световое шоу. На фасад здания спроецировали различные световые эффекты с музыкальным сопровождением. Попробовать Рязань на вкус можно было на гастрономическом фестивале пряников и глинтвейна. Специально для него создали рецепт «Калинника» – фирменного блюда новогодней столицы. Своё мастерство показали и легендарные десантники. Зимний день ВДВ посетили около 5000 человек. На нём выступили команда КВН «Умные люди» и ансамбль «Крылатая пехота». Завершился проект 7 января. Звание новогодней столицы Рязань передала Калуге. Одновременно стартовал новый проект «Новогодняя столица Рязанской области». Эта традиция станет ежегодной. В 2021 году звание удостоился Касимов – второй по величине город Рязанской области. Организаторы отмечают, что у нас более 25 муниципальных образований с древней историей, богатой культурой и традициями. Узнать их поближе можно будет в рамках нового проекта. Галина Кудряшова, телекомпания «Город».